Современная церковь, она, конечно, не русская и даже не христианская, она католическая, потому что у нас сейчас отличий от католичества практически нет. Те же самые таинства, те же самые знамения, ну в разные стороны только, отличий нет. И во время именно существования советской власти на территории России, когда в принципе, ну это официальные данные, что 90% священников было уничтожено в действительности, все православные священники были уничтожены, на их место пригнали католиков из Западной Украины, Польши, ну вот отсюда, где было католичество, которые не знали православного ритуала, и они использовали то, что они знают, то есть католический ритуал, и он у нас в принципе сейчас везде внедрен. Малейшие знания о православии тут же карались смертью. Я был знаком с православным священником настоящим, который прошел лагеря, все равно скрывал, что он священник. Вот его посадили за бродярничество. Ну там ему добавляли и так далее, как обычно, да. То, что в действительности православие, оно никакого отношения к современному виду православия не имеет. Только одно название. А сути нет. Окончательное крещение Руси фактически произошло именно вот к 1963 году, когда, в общем-то, ну у нас как в 1939 году начали строить снова церкви, после революции их активно разрушали. А с 1939 по 1953 год было построено там больше 30 тысяч церквей. Ну якобы установлено. В действительности переделывали полностью архитектуру, потому что православные церкви, они не такие. Они имеют вид, ну вот они назывались Акудом, они имеют вид вот то, что вот мечети сейчас, да, ну круглые именно. То, что мечети тоже не все правильно делаются. И четыре звонницы было. Опять же, как вот и Москва осталась и картина, где в нашей церкви нарисованы эти четыре звонницы и вот этот вот куполообразное строение Акуда. У нас, кстати говоря, еще до войны сохранялись, потому что вот когда звонят четыре колокола, ну у нас-то не колокола были, а билы. Вот. И причем их было 108. Каждый говорил свою букву колокол. Это било. Почему были говорящие колокола? Потому что когда четыре одновременно звонницы говорят, вот им тот же текст, да, одни и те же буквы, возникает сфера, звук, а он распространяется на очень большое расстояние. Почему все церкви, они в принципе, ну вообще все знали, вот кто-то что-то сообщил, да, и все все уже знали. Потому что вот было сообщение вот таким способом. Перед войной все вот эти колокола сняли якобы для того, чтобы они не достались фашистам. Ну там же медь, вот. Но их потом уже не ставили. И говорят, что вот сейчас секрет утрачен. А утрачен, потому что осталась только одна звонница вместо четырех. Помимо того, что нам, значит, поменяли религию, у нас очень большая была охота на тех, кто имел старые книги. Вот я с этим сам столкнулся, потому что за чтение магии можно получить было очень большой срок. А если вы прочитали «Колдовство», то расстрел. Вот. И почему у нас «Колдовство», значит, оно вообще считалось, да. Ну сейчас тоже говорят, что там, если вот Талмуд там прочитаешь, тебя тоже убьют, но он не такой секретный. И его везде, в принципе, легко достаточно достать. А вот «Колдовство» проводит достачу этого. И потому что у нас много было дисциплин, названия которые исчезли сейчас. То есть я больше двух десятков знаю таких дисциплин. То сколько их было в действительности. Потому что цивилизация-то ведь была волшебной. И уровень достижения был огромнейший. Ведь у нас была ведь не наука. Наука-то ведь все идет от римлян. У нас было тривия. Вот слово «тривиальное» осталось, а слова «тривия» уже нет. И тривиальное – это вот именно, ну как бы, это, значит, самое научное, самое, значит, правильное, тривиальное. Вот, и все строилось у нас на таком явлении, как строительство. Вот сейчас строительство – это вот мы строим дома, здания. А строительство в действительности – это создание в природе условных рефлексов. Вот любой жрец, любой кудесник, они должны были владеть этой техникой. В природе, вот у человека, у него три одинаковых совпадения, ну там, с пищевым рефлексом или, значит, с каким-то другим явлением. Если происходит, то возникает условный рефлекс. И в природе точно такая же ситуация. Почему устраивание? Потому что нужно три повторения. Поэтому устраивание и строительство. А вот если человек внутри себя что-то строил, это называлось и стремительство. А сейчас у нас стремление там к чему-то понятно. То есть оно близко по значению. И ведь не случайно вот старожилы, которые как бы владеют еще какими-то дисциплинами русскими, волшебными, они говорят, что 34 тысячи слов вообще исчезло из русского языка. А 90% оставшихся поменяли свой смысл. После революции произошло 4 реформы русской азбуки. Ее четырежды реформировали. У нас ведь говорят, что у нас 6 типов там азбуки находят. Так, конечно, будут находить то, что 4 раза ее реформировали. И самое интересное, ведь народ-то продолжал типографию, продолжали печатать так, как они печатали. То есть как они знали русский язык. Но приезжали люди в Кожанах и расстреливали всех без следа и следствия. Почему у нас Россия после эволюции стала вся вдруг безграмотной? Ну потому что никто не знал этот новый русский язык, этот новый русский алфавит. И всех посадили в эти ликбезы, которые повышали грамотность. Но в результате этого повышения у нас сейчас многие слова звучат одинаково. У нас появилось много синонимов, аммонимы появились. Их в русском языке не было. Вот синонимы – это когда у нас исчезла буква «ядь». А она сейчас как «а» читается, в некоторых случаях как «е» или как «э». И получается, что слова стали звучать одинаково, хотя смысл разный. Все, кто хоть чуть-чуть знал русскую волшебную культуру, а это было прежде всего просвещенное православное священство, вот, они все подлежали ликвидации вместе с семьями, чтобы никакой информации об этом чудесном не просачивалось. У нас сейчас что-то там просачивается, но это такие крохи. Это, ну, против, это даже незаметно. Достояние планеты. Нам есть чем гордиться.